Ну что ж, всем здорова, дорогие друзья, с вами, как всегда, Ник, мы продолжаем играть с ними в различные андроид-игрушки и возвращаемся в Genshin Impact. У меня есть тут награда, видимо, за боевые пропуски, и, соответственно, также есть, наверняка, награды за... Этот, за... О, сообщение есть, да-да-да. Промокод погашен, дорогой путешественник, вы уже использовали... А, ну да, я пытался ввести, короче, промокод, который уже был, но, к сожалению, типа, мне не зачитали. Сначала, то есть, написали, типа, промокод активирован, вам пришло письмо на почту, и вот сейчас я захожу, мне говорят, что он уже погашен. Видимо, я его уже забирал когда-то, и повторно его активировать нельзя. Ну, там мелочь, там 50 ко мне и столько, и пара карт опыта всего дается за этот промокод, в принципе. Но он до сих пор активен, если что, можете его использовать, Genshin Gift, по-английски. На официальном сайте нужно вводить. Так, теперь давайте мы пойдем с вами по дополнительным квестам Монштадта, скорее всего, да, сейчас же в Монштадте у нас все находится. В деревнях или Чурлов. Я, наверное, пойду вот сразу отсюда, и сразу в деревню. Просто мне кажется, здесь будет гораздо проще дойти до деревни, чем я пойду с другой стороны, зайду в нее. Так же будем проходить задания у поймон, но в конце серии, потому что, как только я открываю там вот это вот... Список заданий вот этот, вот у меня почему-то игра сама начинает подлагивать сильнее, чем обычно. И в итоге потом все видео она подлагивает. Так, мне не понравилось это в прошлый раз, поэтому... Как раз когда она уже начнет лагать, мы в самом конце видео уже пройдем эти задания, поймем. Главное не забыть, а то я могу легко вообще забыть. Так, здесь надо Хиличурлов убить. У нас сейчас новый уровень мира, поэтому... Противники будут на порядок сильнее. Так, еще в один бум-бум. Блин, он что, не сдох? А нет, он сдох, все нормально. Давайте заберем различные штуки, потому что почему бы нет. Ни фига себе он какой бум-бум устроил. Еще и поджег все, что есть вокруг. Давайте мы забьем его как свинью, наверное. Но постараемся, по крайней мере, забить его как свинью. Откуда, интересно, у меня щит молний? Взялся. Иммунитет? Серьезно? Я разрубил слайма в полете. Так, пошел вон. Так, сейчас идет подкрепление, хорошо. Интересно, если я использую сейчас огонь, как он будет синергировать с водой? В пар или как вообще? Ну, главное, что щит горит, и то хлеб, как бы. Что меня дамажит постоянно сейчас? Давайте сбивать его потихоньку. А, понял, что меня дамажило. Это маг ветра выпендривался. Да, блин, дурацкие эти. Так, возьмем пару предметов. Господи, как ты надоел, чел. Да как ты выжил-то вообще? Ты издеваешься, что ли? Я столько на него ударов использовал, он выжил от всех и пережил. О, подожди, наконечник я возьму. С тобой разобраться-то я в любое время могу. До свидания. Свитки божественной воли обычные. Окей, понял, принял. Что там валяется? Что-то интересненькое. Грибок, что ли? А, с новой шишкой. Ну, понимаю. Можно забрать осколков немного, раз уж я тут рядышком. Потому что у меня есть задание на сбор минералов каждый день. В ежедневных задачах. О, картошка. Пойдет. Это у нас просто пеньки. Здесь руды особо я не вижу. Что мне постоянно здесь указывается? Ну да, я получил делюка, я понял это. Можете мне это не показывать уже. Я как бы разобрался с этим сам. Так, назад. Давайте мы перейдем сейчас к следующему квесту нашему. Какие у нас есть еще квестики на Монштадте? Ага, вижу, шепчущим лису что-то имеется. Да блин. Я хотел отслеживание поставить, а не метку ставить. Так, отслеживание и идем вот отсюда. А что там может находиться, кстати? Что-то я не понял. Я не помню, чтобы я там какие-то квесты выполнял. Слаймы разве что я? Но слаймы вроде ледяные, они в другом месте были всегда. Чайку попил. Так, прошу прощения, немножко отвлекся. Чайку хотел попить. Очень быстро загружает иногда. Даже не успеваешь. Мне нужна эта хрень. Отлично, мне удалось одну рыбу поймать. Надо будет, кстати, половить ее попробовать. Надо вообще посмотреть по вики, где можно найти рыбу. Потому что ловить ее мне не очень нравится. Честно сказать. Так, ну с этими хиличурлами я драться не буду. Да, здесь просто хиличурлов надо будет завалить. Ну и смотрите, даже в новом уровне мира я, в принципе, справляюсь с противниками. Но хотелось бы как-то усилить, конечно, мой урон. О, закатники есть. Просто хиличурлов развалить. Ну, это легко будет. На, получай. Как тебе такой урон? Пошла элементальная энергия. Связь элементальная. Блин, офигенно. Байдоу, наконец-то, начала урон уносить. Еще какой-то непонятный щит появился. Видимо, после моего возвышения ей до следующего. Типа, у меня какие-то щиты стали на ней появляться. Они так круто работают, честно говоря. Мне прям вообще заходит. Так, этот хиличурл уже автоматически мертв. Да, здесь тоже две волны хиличурлов. Это, видимо, такое же здание, как предыдущее. У меня подлагивать снова начало почему-то. Давайте закомбим с... А где мой огонь? Я его потушил водой. Надо было сначала воду, а потом огонь использовать. А то я свой огонь потушил тупо водой. Мне, кстати, сейчас ульта снова будет готова. А че он так быстро перезаряжается? А где твой щит, братан? Ты че, его не потушил, что ли? Он не догадался потушить свой щит, что ли? Похоже на то. Похоже, не догадался щит потушить, который я поджег. А вода его сама не потушила. Иначе я не могу понять, куда его щит пропал. Здесь, кстати, есть статуя с... Неактивированная статуя с анема навыком. Ой, эта штука хилит его. Не надо, не делай это. Успел. Успел его добить. Какие-то еще мечи вокруг меня появляются. Ну, это, по-моему, пассивка самой... Этой... Ээээ... Как ее, джин? Да, халявный сундук. Окей, хорошо. Нам как раз нужны халявные сундуки, чтобы заработать дополнительные осколки моры. Но, правда, за обычные сундуки их не дают. Это надо более редкие находить. Но, я думаю, мы сегодня заработаем с вами достаточное количество моры. Ой, не моры этой, как его? Эээ... Эээ... Заработаем достаточное количество осколков, чтобы сделать призыв сегодня дестерной на особые паки. Нам для этого нужно всего лишь немного пыли. Там меньше ста вроде осталось уже. И, типа, часть мы заработаем с заданий, а остальное как-нибудь попытаемся найти в мире, либо получить с квеста. Посмотрим, как пойдет вообще. Возможно, даже мы не один квест с вами пройдем сегодня. Так, да, ветер не работает на бочке. А, это неразрушаемые бочки. Понял, принял. Так, погоди секунду, кабан. Да, блин, он меня заметил. Отстой. Я думал, он не заметит. А нет, он меня не заметил. Ладно, я же не успею его догнать. Он сейчас исчезнет. Блин, чуть-чуть одной секунды не хватило. Так, и мне надо бы собрать, по-моему, материалы, поэтому давайте еще этот кристалл добудем. Нужно десять материалов собрать. Так, и здесь нужно убить монстров и расчистить завал опять. Сегодня прям одни хили-чурлы против нас сражаются здесь. Ну, в принципе, это весело. Мне нравится драться. А то еще спасти кого-то надо. Блин, зараза. О, так двуручное оружие... Двуручным оружием разрушается тоже очень неплохо. Эти. Разрубаем на лету его штуку, которую он нас кинул. Все, разобрались мы с ними. А, кто-то еще остался. Один хили-чурл. Эй, че за... Какой-то баг движения был. Я указал джойстик наверх, но она в другую совершенно сторону почему-то пошла. Странно как-то. Ну, ладно. Энтони, я тебя спас, че надо? Дорога свободна. Спасибо, Бизанна. Лекарство. Ты спас меня. Чай для кашля. А, я помню тебя. Ты просил для своей сестры, типа, лекарства. Ну, ладно, я тебе помог, типа. Окей, я не против. У меня есть тысяча против хили-чурла с каменным щитом. Теперь навык Эмбер. И нам нужно двигать на последнее задание в Манштадте, где оно у нас находится. Ага, прям в логове Ужаса Бури. Стража Руина надо завалить. Окей, это будет достаточно сложным, потому что он, скорее всего, будет 60-го уровня. Это будет долгая битва. Но сегодня прям квесты на одни драки. С хили-чурлами, с монстрами, со стражами руин и так далее. Мне нравится сражаться. Я люблю, когда нету этих дурацких слаймов и испытаний на время и так далее. Поэтому я рад, на самом деле, потому что сегодня одни файты у нас. Без времени. Это у нас что, трава-светяшка? Нет, это мята. Он прям даже в активном состоянии сразу находится. Давайте мы сразу всеми эффектами замочим. У нас всякие элементы синергируют друг с другом. Но вроде здесь он не должен по мне попасть. Раз. Два. Теперь удар. И у ворот. Хорошо. Раз. Два. Удар. Хорошо. Меняемся на джинн и дамажим его. Так, 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 так. Подожди. Вот без этой фигни давай. Так, у меня почти готова ульта. Сейчас мы его ультанем еще. После навыка у меня как раз накопится заряд ульты. И можно ультануть. Ну да, как видите, он достаточно жирный. Все, минус один. Хорошо. Что-нибудь выпадет с тебя? Я бы собрал какие-нибудь... Да, вот цепь хаоса и устройство хаоса. Неплохо. Так, и где-то бы здесь еще на самом деле на фарме эти руды какой-нибудь. И возможно пару сундуков найти. Может быть они здесь где-то есть? Там вроде я уже чистил, там нету сундуков, но мы посмотрим что-нибудь здесь. Нам просто не хватит, если мы сейчас вернемся в город, сдадим квесты, нам осколков не хватит. Нам нужно сундуки найти какие-нибудь и руду еще собрать, чтобы боевой пропуск, еще одно здание выполнить на него. Нам еще четыре минерала надо собрать. Так, два есть и еще два надо. Подождите, мне кажется, должен быть еще один минерал где-то поблизости. Нет? Нету? Жаль-ка. Блин, а я здесь не смогу забраться что ли? Не, смогу. Хорошо. Где-нибудь бы еще один какой-нибудь кристальчик найти. О, сундук, отлично. То, что надо. Ну, скорее всего, да, он будет охраняться. Ибо это редкий сундук, а не обычный. Но почему именно ты, господи, самый бесячий враг? Тут еще еще один маг есть, оказывается. Нормально, щит разрушается с помощью Бейдоу. Отличную комбинацию мы провернули. Все, домой, парень. Блин, жалко, из них ничего не выпало. Ладно, хотя бы здесь пять осколков получим. Два осколка. Ладно, два это не пять, конечно, тоже неплохо. О, еще руда. Отлично, то, что надо. Блин, одна. Я думал две выпадет, тогда бы я уже завершил сейчас квест. А так придется еще искать руду. О, то, что надо. Блин, там хили чурл с каменным щитом, не люблю их. Так, отталкиваем его отсюда. Здесь вроде еще где-то лучник стоял. А, он оббежать... Пошел оббегать. Давайте ультанем за этого героя. Блин, ненавижу щиты, конечно. Блин, а те лучники задолбали уже настреливать там. Блин, я его щит буду ломать целую вечность. Ну что, сейчас у меня перезарядится ультимативный навык, я врублю на себя щит. Блин, дурацкий яд. Так, вроде успел. Ну все, без щита остался, что я могу сказать. Все, домой, парень. Так, тяжелый рог здесь. Что еще есть? Что из вас повыпадывало? Вон, вижу, из одного тоже неплохой лутик посыпался. Здесь еще есть аномокул. Тоже надо бы его забрать, по-хорошему. Интересно, за нахождением аномокулов дают звездную пыль или нет? Так, он где-то там находится. Понял, принял. Сейчас сделаем. Либо он на этой башне, либо где-то под башней. Пока непонятно. Издалека просто не очень хорошо это видно. Так, грибочки мне нужны, поэтому я их возьму. Одну штучку. Что-то я не понял, как на эту башню залезть, конечно. Нет, никаких полых мест нету. Ладно, давайте спустимся. А как мне на нее залезть реально? А звук, конечно, такой, как будто аномокул находится где-то внутри башни. Но я не вижу способа разрушить эту башню. Может быть, он под башней? Я вижу еще сундучок здесь. Ну и не знаю, можно ли залезть на эту скалу, честно говоря. Ой, ну здорово, че. Надо попытаться как-то залезть наверх, наверное. Отвали. Да ты издеваешься? Давай еще раз бейся на смерть. Господи, зачем я вас трогал вообще? Сука, как же бесит вот этот вот стрелок. Он просто не дает мне карабкаться. Он просто стреляет по мне и не мажет еще при этом. Все, успокоились. Но здесь высоко надо лезть, конечно. Заморозка, она, по-моему, еще истощает. То есть каждый раз, когда по мне попадает, пока я лезу, мне немножко выносливости снимает. Попью, пока чаю, пока лезу. Долезть бы до верха, конечно. Но я думаю, я долезу. Мне немножко осталось тут уже. Окей, все. Ну и сейчас мы сможем до аномокула долететь, если он, правда, на башне находится, а не под ней. Хотя я не вижу пока внутри башни никаких аномокулов. А, он внизу, наверное. Так, я спущусь, наверное, по-быстрому. То есть тут никак не войти другим способом, только... Ну, да, я понял. Ладно, мне здесь больше делать нечего. Можно возвращаться в Манштадт за квесты сдавать, наверное. Да? Поэтому давайте вернемся. И надо еще блюда какие-нибудь приготовить у этого. А, я же хотел рецепты при... Я хотел при 35-м уровне купить рецепт в Лио. Я точно-точно помню такую тему. Я же хотел рецепт улучшить. А еще я хотел книгу прокачать водную. Которая у меня находится у... Ну, не у нее, а вместе с ней. Вот, у меня есть, собственно, мастерство стихий. Она больше... Она, мне кажется, больше подходит, чем та книга. О, я могу этот квест выполнить. Давайте пойдем туда сходим. Я не знаю, наверное. Мне нужны кандалы просто для улучшения как раз-таки этого. Свои книги. Или подождите, или не ту книгу использую. Я что-то не понял. Надо бы сейчас проверить на всякий случай. Но ту ли книгу я вообще прохожу ивент на данный момент. Давайте проверим. Так, это у нас, получается, базовая атака... Нет, подожди. Как прочитать название книги? Сменить. Не, мне морскую карту надо улучшать. У нее больше урон. А для нее что надо? А для нее надо абсолютно другие запчасти. Ну, это тоже доступно, кстати. Ну, давайте тогда сюда пойдем. Хорошо, что я посмотрел. А то бы сейчас зря прошел ивент. Надо еще посмотреть для улучшения меча колокола. Что нам надо? Возможно, просто он будет лучше, чем Гухуа. Я еще не знаю, конечно. Но вдруг... Он больше здоровья дает, но наносит меньше урон. Он мой персонаж. С помощью него. Давайте мы разик и вентик пройдем. Монштадт подождет, как говорится. Так. У нас хватает, кстати, вот для древнего испытания молний. Давайте мы пройдем на максимальной сложности. Ну, или попытаемся хотя бы пройти. Просто чем выше сложность, тем больше фрагментов дают различных этих наград. За первую, может быть, там дают по одной штучке всего лишь, за второй по две. А за третий уровень сложности может три выпасть. Но может также выпасть и две. Но там, типа, случайно, типа, это как-то распределяется непонятным образом для меня. Да-да-да, аномалия артерии земли, я все понял. Надо, конечно, и боссов еще убивать, но мне так лень боссов бить. На них столько времени уходит. Главное, чтобы тут не были эти охотники с закровищами. А то я могу не успеть их убить за время. Да, здесь всего лишь слаймы. Я уворачиваюсь от них, потому что их атаки истощают мне ульту. Вот опять. Никогда этого не было, и вот снова. Так, минус два есть, хорошо. Ульту бы нафармить, чтобы восстановить здоровье моему герою. Отлично, готово. Здесь всего 10 слаймов надо победить, это как бы не сложно. За 6 минут справиться с 10 слаймами. Хотя, наверное, последним будет маг бездны или что-то вроде того, мне кажется. А, будет эта электрическая девочка, я помню ее, да-да-да. Блин, за этой фигней не видно ничего. Блин, ну как я промазал, еще и попал под рассеивающий магию луч. Вот это неприятно. Так, ну и теперь осталось девочку убить. Успела все-таки призвать своих мух летающих, бесячих очень сильно. Ну, муха смысла убивать особо нету, она их будет, наверное, новых делать. Да, блин, эти притягивающие лучи, конечно, неприятные очень. Пытается скастовать свою ульту, но я не даю это сделать. А вот свою ульту я бы применил. О, она все-таки решила скастовать ульту. Пошел дурацкий щит. О, кстати, ветер неплохо пробивает, и щит стоит отметить. Да блин, задолбали эти мыши летающие. Все, один удар ей всего оставался, никак попасть не мог. Погнали возьмем свои награды и сможем что-то возвысить себе. Оружие, к примеру, да? Да-да-да, я понял. Два и три, нормально. Пойдет, я думаю. Хотя мне синего надо было, по-моему, больше. Так, что я там хотел возвысить? Во-первых, оружие, посмотрите, Бейдоу, сколько требует улучшения. Три вот такие фрагмента больших. Ну, я не знаю, где его мне взять. Он мне опять не выпал, потому что третий раз подряд мне не выпадывает с этого испытания. Хотя вроде написано, что он падает здесь, но мне и так не везет, видимо. Ну, тут надо двенадцать этих еще убить. Мне лень пока этим заниматься. А для улучшения оружия этой барышни нужно три вот таких шара. Понимаю. И тоже кучу различного лута. Так что давайте мы, наверное, книжку прокачаем. Только не эту. Так, сменить, во-первых. Выбираем здесь эту книгу, которая дает больше базовой атаки. Хотя вот это лучше, по сути, по стихийному урону. Но эту мы можем улучшить, по-моему, прямо сейчас. Да-да-да. Нам всего не хватает одного детеныша Гео Вишапа. И сможем ее прогрейдить. Что у нас, кстати, по оружию этой барышни? Ну, здесь еще много надо фрагментов разных. И много монстров убивать. Этим я пока заниматься не буду. Я хочу просто книгу сейчас улучшить. И мне нужно детеныша Гео Вишапа убить. Одного. Сейчас найдем его где-нибудь, убьем. И получим последний фрагмент. Потом пойдем по квестам основным. Ну и в Манштадт еще зайдем. В Льюэ зайдем. Купим рецепты. Посмотрим, что там новенькое у нас открылось. И так далее, и тому подобное. Но сначала детеныш Гео Вишапа. Один, как минимум. Причем он должен быть достаточно высокого уровня, чтобы из него синий предмет выпал. А не только прозрачный или зеленый какой-то. По-моему, зеленые только падают и синие. Но еще фиолетовые. Хотя фиолетовые не факт, что падают. Я не помню, падают или не падают. Или там идет голубой, потом синий. Не помню. Так. Для того, чтобы найти детеныша Гео Вишапа, нужно сделать следующее. Открываем книгу. Открываем монстров. Выбираем элитных монстров. И здесь он должен быть где-то внизу. Вот он. Отслеживание. 52 уровень, кстати, не такой высокий. Сейчас нам покажут по карте ближайшего монстра. Ну и стелепортировавшись к статуе Гео Архонта, мы сможем попробовать найти то, что нам нужно. Кстати, раз уж мы находимся около статуи Гео Архонта, надо посмотреть, сколько ему еще Гео Кулов надо принести, чтобы новый уровень апнуть. Так, вот я здесь, собственно, поклониться статуе. Смотрим, сколько Гео Кулов у нас. У нас 25, а надо, короче, 20. Отлично. Мы можем дать сейчас 20. И у нас будет новый уровень статуи Гео Архонта. И плюс выносливость. До 216 единиц повышено. Замечательно. Плюс награды там какие-то дают. Может быть, даже осколков дадут немного. Фиг его знает. Да, там, по-моему, камни истока дают еще за это. Да, 10 штук. Нормально, отлично, пойдет. Как раз, возможно, нам хватит на недостающие фрагменты. Мэн Мэйд что-то здесь бегает. Фиг его знает зачем. Че-то там на мосту стоит. А, телега просто. Можно, кстати, ее обворовать. А, тут просто Мора, что ли? Ну, такой себе, конечно. О, там, кстати, это девочка или... А, нет, это не девочка. Это просто маг. Так выглядит. Мне нет смысла сейчас с Келичурлами сражаться. Они мне не особо интересны. Поэтому я, наверное, как-нибудь обойду, чтобы они меня не заметили. Хотя, блин, тут никак не обойдешь так, чтобы не заметили. Хотя, подождите, здесь надо сразиться с ним. Потому что здесь крутой сундук. Какой-то вообще прям имбовый сундук лежит. Даже несмотря на то, что мой герой предназначен для пробивания щитов вот таких. Щит ломается достаточно долгое время. Там прям какой-то огромный сундук находится. Я хочу его, наверное, все-таки. Я за этот сундук тоже много камней и столько получу, поэтому... О, еще один сундук я вижу издалека. Блин, почти добил. Одного удара не хватило мне сейчас. Нифига себе из него понападало, конечно, вещей. Тут еще один сундук, оказывается, все это время лежал. Ой, подожди. Сейчас я заберусь. У тебя тут лестница, я вижу, стоит прикольная такая. Все, сундук разблокирован. Тот меня и хили чурл не заметил. И это мне на руку. Он что, супер-мега сундук. За него должны дать много осколков, да, целых пять штук. Еще и опыта и куча предметов. Вообще топово. Здесь еще один маленький сундучок лежит. О, яблоки, они мне нужны. Так, и где-то я здесь видел, по-моему, еще один сундучок был. Погнали, разберемся. Возьмем еще этот сундук. Здорово, пацаны. Нифига сего щит, конечно, удары мои сдерживает мощно. Может, ты уже сдохнешь, а? Как ты считаешь? Что за бессмертный хили чурл? Его щит спасает его от любой моей атаки. Офигеть имба. Так, разбитую маску забираем и пойдем за виша под детенышем. Так, что-то я вообще тут куда-то не в ту степь полез. Там, по-моему, человек сидит, если я не ошибаюсь. Или он уже ушел? А, он, видимо, уже покинул эту зону, скажем так. Здесь раньше чел просто сидел всегда. Так, ну с этими уже столбами я разобрался. Мне с ними сейчас уже возиться не надо. Я вижу детеныша. Уже неплохо. Вау, у меня щит. Да, всего 124 урона, братан. Да куда он убежал-то так далеко? Блин, всю ульту на него просрал. Господи, как-то надоел парень. Он постоянно убегает, это уже начинает бесить. Он все время исчезает с радиуса моего карты. Может мне его просто скинуть куда-то вниз? Нифига себе урона он получает, когда находится в таком состоянии. Это бешеный урон, конечно, носит. Блин, он неуязвим опять. Он просто убегает. Все, домой парень. Да, вроде бы из него выпало то, что мне было нужно. И сейчас я могу прокачать себе книгу. Так, выбираем барышню. Оружие. Улучшить и возвышаем, собственно, книгу до следующего уровня. Теперь нужно ее прогрейдить. Опять же, материалы 2 и ниже. Авто. Применить. И теперь добавляем уже просто вот эти камни сверху. Все. Возвышение готово. Подтвердить. 40 камней. Ничего себе. Дороговато идет. Ой, я могу еще возвысить, если еще найду потом гео-вишопов. Но следующий уровень требует не так много ресурсов, как я думал. О, базовая атака 293. Вот смотрите, если мы сейчас поменяем даже, да. Вот эта вот штука, она наносит стихийный урон больше, но базовая атака меньше. Ну, по-моему, в совокупности вот эта будет даже мощнее, если сложить элементальные и физические уроны. Так, а теперь нам надо было, по-моему, вернуться в Манштадт и сделать там пару дел. Точка телепортации. Погнали в гильдию. У нас, наверное, уже хватает осколков. Нужно только забрать осколки за выполнение заданий и сможем делать призыв сразу. Офигенно. О, да, детка, призыв еще. Вчера был десятерной призыв и сегодня десятерной призыв. Это прям офигенно. Обожаю призывать героев новых. Ну, особенно, если мне не выпадают. Я надеюсь, мне сегодня хотя бы хоть какой-то герой выпадет, потому что... Я даже не прошу пятизвездочного, просто хоть какого-то, потому что... Ну, крайне редко мне с особых именно паков выпадали герои, очень редко. Поэтому хотелось бы хоть раз выбить оттуда что-то действительно стоящее. Мне выпадал делюк, допустим. Тоже мне выпал с обычного пака. На удивление. Так, здравствуйте, Сара. Да-да-да, ресторан Хороший Охотник. Я хочу посмотреть, есть у вас рецепт какой-нибудь новенький для меня. Да, есть обжаренные мацутаки. О, отлично, кстати, у меня их много скопилось уже, наверное, этих мацутаки. Давайте приготовим что-нибудь, я не знаю, там... Изучаем новый рецепт, и я могу теперь с рыбкой еще что-то сготовить. Могу вот обжаренные мацутаки сделать, да? Да, они мелочь требуют. Блин, шишек надо где-то набрать. Так, идеальное приготовление. Давай еще. Хорошо. Идеально. И последнее. Супер, отлично. Хорошо. Так, теперь давай посмотрим, что еще я могу приготовить. Лапша на десяточке, это что такое? Это тоже на десяточке. Вот грибная пицца еще не на десяточке. Но я могу только одну приготовить. Ну давайте. Хотя бы одну сготовим. Так, что еще я могу приготовить? Медовое мясо с морковкой. Но оно уже на десятом слиянии у меня. Ну на максим... Не на десятом слиянии, так сказать, на максимальном уровне. Бекон, сосиски в наличии семь. Бекона в наличии один. Наверное, надо что-то приготовить. Давайте бекона немножко сделаем себе на будущее. А хотя что, давай на все. Так, сосиску. Ну давай еще сосиску одну, к примеру. Сыра у меня дофига варенья. У меня есть сахар, есть сметана, мука. Все это имеется. Окей, хорошо. Так, теперь я хотел бы забрать награду за задание у Катерины. Так, интересно, Катерина и Екатерина. Это разные вообще имена или нет в этой вселенной? Еще 20 ко мне и столько, замечательно. Давайте мы еще отправим чуваков в экспедиции различные. Не-не-не, подожди, мне надо собрать награды. Так, давайте отправим чуваков на мясо, во-первых. Фишель, как обычно, на мясо идет. Еще бы хотелось кристаллов сейчас, наверное, подобывать. Поэтому еще Беннета отправим сюда. Здесь можно 12 часов отправить, допустим, Сахарозу. И в Лиоя еще отправим тоже на камни, кого-нибудь на 20 часов. Допустим, Чун Юня. Все, идеально, я считаю. С этим мы разобрались. А можно удалить маркер отслеживания вот этого монстра? Мне он больше не нужен. Спасибо. Так, еще бы хотелось посмотреть, что там у нас кузнец может скрафтить. Так, Вагнер, здорово. Сделайте кое-что для меня. Давай посмотрим. Так, обычную руду сразу же... Так, вот эту руду надо обязательно переработать, поэтому окей. Блин, я что-то не посмотрел. Может быть, у меня появился перс, который может обрабатывать руду классно, типа делюка. Не, у него тоже нету бонусов. Ну ладно, давай обычную руду мы перекрафтим с тобой сразу в кристаллики. Полумесяц, это мне особо не интересно. Пика мне тоже не интересует. А для того, чтобы сделать книгу, мне нужны еще книги. Да, надо где-то книги намутить. Купить фрагменты. Чтобы еще усилить свое оружие у Моны. Так, Марджери. Давай посмотрим, может быть, у нее есть что купить. Давай изучим товары твои. А нет, у нее вроде не осталось этих фрагментов уже больше. У нее только вот эти осколки можно купить. Так, это мне не нужно. Давайте я купим вот эти осколки. Хотя у меня их 9 в наличии. Зачем они мне? Чего мне меньше всего? Топаза. Но давайте я вот эти куплю, они более полезные для меня. Давай 10 штук сюда. Ну 6, окей, не 10. Все, потом еще вернусь, тоже что-нибудь у тебя куплю. Простите. Еще надо посмотреть, может у меня каких-то ингредиентов не хватает. Купить тоже какой-нибудь фигни. Давайте, чем вы торгуете? Здорово, выбирайте с умом. Соли у меня в принципе... У меня нет соли, серьезно. Я всю соль потратил. Давай тогда я куплю нормальное количество. Давай, короче, закупимся, я не знаю. Хотя бы солью и перцем. Помидоры и капуста. Вот это уже такое себе. Давай немножко капусты. Остального всего у меня хватает, спасибо. А я думаю, что я не могу готовить блюдо? Оказывается, у меня просто соли не хватает. У меня есть мясо, но нету соли, видимо. А теперь я, наверное, могу приготовить некоторые блюда или нет, не могу. Я думаю, это просто из-за того, что мне соли не хватает. Оказывается, нет. Сливочное рагу меня не интересует, ладно. Я забыл кое-что сделать важное. Во-первых, надо посмотреть, если у меня репутация Манштата улучшенная. Нет, только награды кузнеца. Вот, я хотел забрать все кузнеца. Вещи. Вагнер. Да-да-да, давай сюда мою руду. Заказ готов. Получить. Готово. Я еще смолу трачу на переработку, правда, этих штук. Но это, в принципе, не так плохо. Теперь можно еще за боевый пропуск получить. Я еще и опыт приключений получаю за крафт руды. Это хорошо. 10 минералов и еще смолу надо будет потратить как-то. Но это не обязательно. Так, здесь вроде разобрались. Теперь давайте отправляться в Ли Юэ. Вроде бы я здесь все взял, что я хотел. Сейчас будем скоро призывать, но хотелось бы сначала еще изучить ассортимент Ли Юэ. То есть, опять же, зайти к торговке драгоценностями, посмотреть, можно ли у нее купить книгу. Но у меня, по-моему, там печати не хватало на штуки-дрюки. Но, может быть, у нее и есть книга в продаже, и теперь уже хватает мне печати после того, как я квест основной прошел. Может, мне накинут понемножку. Если бы накинули, было бы просто замечательно. И еще надо будет купить рецепт в лавке Ли Юэ. Есть там, конечно, не одни и те же рецепты продаются, как и у другого торговца в Монштадте. То есть, возможно, это как раз и был тот же самый рецепт, который продавался в Монштадте. Мне кажется, в Ли Юэ должны быть собственные рецепты. По логике вещей. Да-да-да, здравствуйте, я бы хотел приобрести у вас некоторые вещи. Так, у меня 155. Нет, мне этого не хватает, да и нет у нее тех штук, которые я бы хотел купить. Ладно тогда, пока что тогда все. Тогда пошли зайдем в лавки, залутаем лавки. Потом сделаем призыв и потом пойдем по квестам, наверное. Если у меня хватит, конечно, призыв, может мне еще один квест надо будет пройти для призыва. То я не помню. Так, Дуншан показывает, что у тебя есть за ингредиенты. Может, у меня не хватает креветок или риса, или тофу, или что-то в этом духе. Да нет, у меня тофу, риса и миндаля дофига. Так, погнали, теперь сходим к торговцу едой. Проверим, нужно ли нам покупать рецепт еще один у него. Да-да-да, давай показывай свой ассортимент. У тебя свой рецепт или не свой? Да, свой рецепт, я так и думал, отлично. Рыба-белка. Новый рецепт с рыбой. У нас как раз одна рыба есть, но мне кажется, мне нужно... Мне нужно больше для нее рыб, да? Здесь мне не хватает шишек. А где рыба-белка? Вот она. Мне здесь надо 4 рыбы, офигеть. Где я столько возьму тебе? Блин, где можно рыбу купить, реально? Так, а зачем мне идти к этому кузнецу? А то я что-то к нему направляюсь и сам не знаю зачем. Мне пока он особо не интересен. Так, ну нам осталось сделать тогда последнее дело. В призыв сделать, если у меня хватает камней. Хотя их, может, не хватает, придется еще квест проходить. Сейчас посмотрим. Да, мне не хватает, но если я пройду сюжетный квест, мне хватит. Погнали тогда по сюжетному квесту. Задание выберем только. Там 30 камней дают за каждый из двух еще фрагментов, поэтому если мы пройти... А нет, не дают уже камни. А что такое? Что так печально? Ну, скорее всего, на втором этапе дадут. Поехали. Творца гор найти. Ну, давай сначала с Творцом гор разберемся. Это где-то здесь находится. Ну, погнали. Скорее всего, за это задание нам дадут тоже камней и столько, 30 штук, и тогда мы сможем сделать призыв. Поехали. Вот, собственно, мы и на месте. Нам нужно куда-то сюда идти и с кем-то поговорить. Кто у нас следующий адепт? Нам нужно трех адептов найти. Одного мы уже нашли и выполнили его задание. Сейчас будет кто-то здесь. Кто вот здесь у нас является адептом? Так, это не ты случайно? Похитительница сокровищ? Серьезно? Жаль, здесь надо мной, могучий адепт. Молю вас, пощадите меня и моего братца. Отпустите нас. Все в порядке. Ты? Ты кто такой? Мы тебя впервые спросили, вообще-то. Ох, если вы безопасно прошли в заоблачный предел, это может означать только одно. Вы посланники адептов. Вас отправили сюда, чтобы спасти меня и моего брата. О чем это он? Прошу, смилуйтесь, могучие посланники просветленных адептов. Я умоляю о помощи. Мы с братом пришли сюда только из-за бедности. Мы усушили несметных сокровищек, что таит гора Хулао. Как же глупо мы поступили. Но мы всего лишь хотели поправить финансовое состояние нашей семьи. Вы поднялись по тропинке высоко в горы, но вдруг янтарь. Янтарь поглотил моего брата. Я бросился прочее. Бежал, что есть мочи. И только сейчас до меня дошло, что мы перешли священные границы. И за это понесли наказание. Я понятия не имею, как спасти брата, поэтому я начал молить адептов о помощи. И вот ко мне явились двое посланников. Что ты несешь? У меня никакие не посланники адептов. Мы сами тоже ищем адептов, как и все. Нет, 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 вы посланники. Вы должны быть посланниками. Я не знаю, какой именно янтарь. Сходя моего брата, прошу вас, спасите его. Умоляю, проявите хоть немного милосердия адептов. Окей. Спасибо, спасибо вам, могучие посланники просветленных адептов. Я обещаю, что Фридь буду вести себя хорошо. Окей. Так, нам нужно янтари разрушать тогда, как я понимаю. Так, ну здесь Байдо лучше будет, конечно, разрушать все эти штуки. Так, здесь слайм. Блин, надо было светлячок взять. Ну, руду я уже собрал. Сейчас я ее собираю чисто для того, чтобы просто была руда у меня какая-нибудь. Сейчас я разрушу все эти камешки и посмотрим, где твой брат. Блин, там яйцо вывалилось, я его не взял, что ли? О, здесь кристалл есть. Блин, странно, Байдоу должна больше урона носить слаймом вот этим. Что-то она как-то слабенько его дамажит. Так, может быть твой брат здесь? Ну, мясо хотя бы птицы, да? Так, это было не трудно, только я что-то получаю урон постоянно от этих кристаллов. Так, и мне бы сейчас еще надо разрушить несколько вот таких штук. О, еще одно испытание. За него, кстати, дают штуки-дрюки прикольные. Конечно, большой слайм. Кто бы сомневался. Мне кажется, Джин посильнее дамажит этих слаймов, чем Байдоу. Байдоу. Продолжение следует... Господи, какой раздражающий хили-чурл, конечно. Все, давай, до свидания. Сыч, дорогой, давай, до свидания. Так, может быть здесь? Нет, здесь опять хили-чурл. Так, погнали, еще поищем. Тут, по-моему, где-то внизу был еще кристалл. Да-да-да, помню. Ну, конечно. Да-да-да, помню. Господи, какие вы раздражающие чуваки. Блин, прикольно. Она атакует, неважно, где враг стоит. Главное, что он в радиусе. Урона, конечно, маловато. Но да не страшно. Блин, где еще один слайм? Он вышел, наверное, упав с горы, и мне надо сейчас за ним возвращаться. Да, вон он там бегает. А можно его сюда телепортировать? Я не хочу за ним бегать. Да, его телепортировало. Хорошо. Надеюсь, он умрет, упав с такой высоты. Дурацкий слайм. Все, не падай, пожалуйста, больше вниз. А то они не умирают, когда падают с большой высоты, на удивление. Сундуки я собираю, потому что мне также сундуки нужны. Чтобы фармить камни истока. О, мяско, отлично, это хорошо. Чуваки, вы мне неинтересны, честно скажу. О, я нашел его. Хорошо, здорово. Блин, враги поблизости, не могу из-за этого. Взаимодействовать с чуваком. Господи, эти слаймы, они просто рядышком тусуются и бесят меня. Так, здорово, я спас твоего брата. Что происходит? Вы спасли меня? Спасибо. Ох, вы знакомы с моим братом? Его зовут Лидин. Мы вместе забирались на гору. Надеюсь, что он не угодил в янтарную ловушку. Он попросил спасти нас. Фух, значит, он сам в безопасности. Спасибо вам, я отправлюсь к своему брату. Главное, опять не угодить в проклятую янтарную ловушку. Окей. Что они там охраняют, непонятно. Вроде ничего. Я могу тут еще янтарей просто пособирать сейчас, и в них можно сундук найти. Либо монстра. Тоже вариант, да, как бы. Блин, взял, просрал этот кабана. Блин, да что во всех монстры? Почему нету нигде сундука какого-нибудь? Господи, какой ты раздражающий, Хиличурл. Дай тебе мясо, заберу и пойду по своим делам. Ладно, не вижу особо смысла пытаться найти сундук в янтаре. Погнали, лучше заберемся на вершину горы и продолжим наш квест. Так. Сколько нам еще осколков осталось? Давайте проверим. Еще девять. Блин, еще два больших сундука найти, либо еще шесть маленьких, и я смогу четыре. Нет, пять, пять, пять маленьких еще и найти. Сундуков и смогу. Ну, не маленьких, средних я имею ввиду. И смогу открыть то, что мне нужно. Не знаю, зачем мне столько курляпится, но почему бы не добыть его, да? Да. Так, братаны, я спас твоего брата. Че скажешь? Благодарю спасение моего брата, могучие посланники просветленных адептов. Ты встречал адептов? Что? Нет, я только слышал, что где-то на горе Хулау живут адепты. Ну, простых смертных, мало шансов вам встречать живых адептов. В отличие от вас, посланников адептов, вы находитесь совсем в другом положении. В любом случае, мы уже слишком долго находимся на территории адептов без разрешения. Пора продолжать путь. Спасибо вам, могучие посланники адептов. Да, спасибо вам, посланники адептов. Давайте, бегите. Каких-то лохов встретим просто так? Вот было бы здорово, если бы и правда были посланниками адептов. Судя по всему, у этого адепта достаточно дурной характер. Но мы же не сделали ничего плохого, поэтому у нас не должно возникнуть никаких проблем. Кто посмел проникнуть в мои владения? Кто освободил вора из заключения? Это птица? Серьезно? Глупые смертные, понесите же заслуженное наказание. Да в смысле? Давай поговорим. Что-то такой злой. Творец Гор, здравствуйте. Можно без наказания? Пожалуйста. Вы вторгаетесь в заповедную гору Хулао. Вы уничтожаете мои янтарные ловушки. Вы даруете вору свободу. Не имея на то ни малейшего права. Действия вора оскорбили адепта. Но то, что натворили вы, это переходит все возможные границы. Подождите, мама, сейчас объяснить. Нас послал Владыка Лун. Владыка Лун послал ко мне обычного смертного? Это печать согласия? Удивительно, что в мире смертных еще остались подобные вещи. Но за ревремен властелинка мне лично додавал их простым смертным. Говорите, я хочу знать, что привело вас сюда. Проявите мудрость и говорите правду. Вряд ли вам удастся меня обмануть. Путешественник объясняет, что произошло в гавани Ли Юэ. Властелин камня? Убит? Во время церемонии сошествия? Кто же в Ли Юэ во всем мире посмел бы на подобную измену? Или стоит спросить, у кого хватило на это сил? Властелин камня поручил адептам защищать Ли Юэ. И мы с честью выполняли свой долг. Чем лучше жили граждане города, тем выше мы уходили в горы. Это был жест доброй воли к человечеству. Но теперь, когда властелина камня больше нет? Путешественник, ты принес мне дурную весть. Я знаю, почему Владыка Лун послал за мной. Как только я закончу с некоторыми неотложными делами, я встречусь с другими адептами. А что происходит с этим янтарем? Пайман знает, конечно, как говорится, что у адептов есть магические силы. Похоже, это действительно так. Трава это волосы адептов, а реки их слюни. Ну и с янтарем должно быть что-то в этом духе. Слюни? Серьезно? Получается, дождь это слезы адептов? Вы несете полную чушь. Этот янтарь производит особые цветы. Наскальные подсолнухи. Чаще всего эти цветы растут под землей. Если наступить на такой цветок, то попадешь в янтарную ловушку. Когда я поселился здесь, я посадил множество наскальных подсолнухов, чтобы сохранить тишину и спокойствие в этом месте. На протяжении долгих лет они помогали мне сохранять покой. А еще в эти ловушки попало много разных интересных вещиц. Получается, что этот янтарь живой? Получается, что так. Поэтому я не могу так просто оставить это место и подвергнуть риску жизни невиновных. Я отправляюсь в путь, как только разберусь с этой проблемой. Я полагаю, что ты отправишься в путь намного раньше. Окей. Так, ну это задание мы выполнили, но мы не получили камни истока, вот в чем проблема. Здесь какая-то печать есть непонятная. Постите обитель адептов. Сейчас нет дома. Понимаю. Но, видимо, потом можно будет что-то с этим сделать. А еще, мне кажется, что здесь где-то сундук должен быть. Или что-то типа сундука. Так, нет, не Мону. Мне нужно Бэйдоу. Вот то, что я и хотел. Кристальное ядро какое-то нашел непонятное. И наверняка здесь можно еще выше как-то забраться и что-то здесь найти, мне кажется. Наверняка там наверху стоит что-то наподобие сундука. Блин, мне не дали самое что-то отстойное. Мне не дали штуки-дрюки. Но здесь есть еще вот птичка, которая может меня к сундуку вывести. Я получу еще пару камней. Полетели птичка. Ты же меня заметила? Я надеюсь, что я упал на тебе на голову. Куда она полетела, блин? Ты прикалываешься? Тут еще, кстати, было задание, по-моему, с шариками. Если я не ошибаюсь, я где-то видел что-то подобное. Но, блин, я забыл, где оно именно находилось, поэтому придется лететь за птицей. Полетели за птичкой, что я могу сказать. А, это достаточно близко, оказывается, находился сундук. Окей, хорошо. Еще два осколка плюсом. Здесь можно, кстати, секрет разгадать небольшой, как я понимаю. Вот у меня есть одна штучка. Я могу ее привезти сейчас сюда. И активировать один из алтарей. Сейчас, решив головоломку, активировав еще два алтаря, мне что-то дадут. Скорее всего, еще один сундук. Так, и остался последний алтарь. Что это за штука такая? Непонятная. Где может находиться еще один фрагмент? Это корни. А, вот он заново, видимо, появился, либо я этот еще не собрал. Ну, так или иначе, это подойдет более чем. А, тут еще есть дофига их. Еще два осколка. Замечательно. Сколько мне еще осталось осколков? Еще, еще пять. Найдите хранителя облаков. Или пойдем по хранителю облаков, я вот думаю. Блин, одно бы достижение на пять осколков, и я бы смог уже это выполнить. Можно сундук еще найти вот в этих штуках, на самом деле. Не такой высокий шанс, но есть он, в принципе. Как же сложно осколки собирать, конечно, это жесть. Так, здесь мне не повезло, я уже вижу. А, все, я его убил, что ли? Видимо, так. Блин, я бы сундуки пособирал сейчас. Но я не вижу поблизости сундуков. Вижу деревню хиличурлов, может быть там что-то есть. Можно взять мону и быстренько все здесь прошерстить. На спринте. А, я здесь уже был, я здесь всякие фрагменты, ну, ресурсы всякие собирал, типа, артефакты и так далее. Ой, вижу сундук. И вижу еще одно место, где птичка нужна. А еще здесь каменные штуки, да, это же камень вроде бы. У меня камня сейчас нету в отряде, поэтому надо заменить отряд. И поставить что-нибудь каменное. Так, ну, давай попробуем взять сейчас... О, я вот так вот просто сделаю, у меня есть как бы главный герой. Хотя, блин, у него же не каменные. Не-не-не, у него не каменные, но я могу сделать другим образом. Мы можем сейчас добавить сюда всех каменных персонажей, добавить. И еще у меня была одна барышня, это... Наэль, вот она. Все, и теперь мы можем, в принципе, взаимодействовать как-то с этой фигней. Блин, я случайно не то сделал. Это было просто, честно говоря. Давайте обратно поменяем тогда отряд. Так, отряд. Еще два сундука надо найти. Так, в бой. Все, отряд активирован, замечательно. Так, мне еще два сундука бы каких-то найти, или что-то вроде того. Вон, видите, там что-то имеется. На том берегу. А на этом ничего нету больше? Мне казалось, я здесь тоже сундук видел. Возможно, мне показалось. О, Страж Руин. Интересно. 59-й уровень, кстати. О, нет, это тот самый Страж Руин, который может стрелять. Ой-ой-ой-ой-ой, больно-то как. Может, ты слезешь уже, а? Не люблю эту вариацию Стража Руин. Он очень опасный. И достаточно серьезный соперник. О, нет, это тот самый уровень. О, нет, это тот самый уровень. О, нет, что ты слезешь. Так, почти убили его Так, чертов ракетчик О, он еще и дополнительную атаку против меня Заюзал 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 Я ничего не вижу, дайте мне зону видения Все, отсосал, да? Можно собрать с него устройство хаоса и цепь хаоса С него падают точно такие же предметы, как за этот... О, здесь нужно ветер Нет, нет, чувак А зачем мне сюда залазить вообще? То есть я победил Стража Руин просто за то, чтобы мне дали активировать какую-то непонятную штуку Непонятную для меня Типа я залез куда-то наверх на гору Хулао и че дальше? Я здесь был как бы О, еще один сундучок, нормально Вот эти вот камни странные или цветы, они меня напрягают, честно говоря, немного Че-то там растет такое непонятное То есть, типа, здесь мы видим этот... поток ветра, да? Поток ветра нас поднимает куда-то, непонятно куда Ой, вижу, там че-то есть Это, скорее всего, просто печать какая-то Здесь я вижу сундучок закрытый Ну, это, по-моему, обычный сундук, из него не падают эти печати Блин, че, серьезно? За Стража Руин просто подъем наверх разблокировался и все За то, что я его победил Прикалываетесь, что ли? Я-то думал, дадут хоть что-то, а мне вообще ничего не дали То есть, просто подъем наверх Как бы, в то место, где я уже был, а где я уже все активировал Зачем мне это? Непонятно Не так-то сложно залезть на эту гору, честно говоря Ой Случайно ударил? Так, давайте посмотрим Нам точно не дали даже камней руин на это? Точнее, звездных камней за эту штуку? Да, просто ничего не дали Вообще, полный ноль Мне, кстати, этих чуваков надо убивать, но не сейчас Так, давайте мы переместимся на гору Аутзан тогда А то я не хочу умирать сейчас в воде, потому что у меня выносливости нету И пойдем, видимо, по следующему заданию Че я могу сказать? Выбора-то особо нету Камни и не знаю, где еще залутать Если будем находить по дороге сундуки, будем, конечно, их открывать Нам нужно всего два сундука, блин Че я в многом прошу? Три пыли мне надо Они прям издеваются надо мной Не дают мне эти три кусочка пыли, ну никак вообще Так, я вижу птичку Ну, она далековато, правда Там испытания есть Не знаю, пойдем по квесту, наверное Далеко птички лететь И не факт, что там дадут Сундук с двумя фрагментами Хотя часто дают именно с двумя Сундук Ой, я помню эту гору Я на нее достаточно долго залазил Че это за фигня? Может быть здесь что-то пообыскивать? Может здесь есть сундуки? Было бы неплохо Господи, что с текстурами происходит? А, понятно, у меня телефон начинает разряжаться О, кстати, можно вот это вот Выполнить задание За это вроде тоже дают сундук синий Ну, то есть средний по размеру С лагами не знаю, получится Не получится у меня попадать по этим шарикам Ну да, это будет сделать сложно Хотя нет, не сложно Блин, не попал Да, господи, куда она стреляет? Непонятно О, попал, хорошо И последний где-то Вот здесь у нас Отлично Еще два этих шарика Два, точнее этих Как они называются? Не шарика, а этих Звездочки Давали бы хотя бы По одному камню истока За этот бой Серьезно? Обычный сундук охраняет еще Кто-то Они еще и убегают Заразы такие Нифига себе он улетел куда Они таки будут от меня бегать Или они все-таки нападать будут? Зачем я дерусь с ними За обычный сундук сейчас Когда у меня лагает Непонятно Дайте мне обычный Один осколок И я буду доволен В принципе Блин, промазал навыка Из-за лагов О да Я заработал Обычный сундук Дайте один осколок Пожалуйста Кстати, еще один квест Пройдем У нас будет новый ранг Приключений Скорее всего А, показалось, что Видел сундук А это просто вход В какую-то усыпальницу Непонятную Господи Она застревает Во всем подряд В своем Спринте В своем Чуваки Один средний Сундук И я успокоюсь Пожалуйста Мне не хватает Одного осколка До призыва Господи Она не может Здесь пройти Она упирается В любую Маленькую Кочечку Если хотя бы В одном из таких Кристаллов Будет сундук Я смогу Себе позволить Уже призыв Стоп Тут кристалл был Или это деревья Просто так выглядели Наверное Деревья Так Но испытания На время Мне точно Сейчас не осилить С лагами Да вы издеваетесь Почему здесь Нет ни одного Сундука Сокровища руин Меня сейчас Мало интересует Меня интересуют Сундуки Любые Вообще Почти любые Среднего размера И выше Погнали тогда Мир исследовать Что ли Чтобы найти Последний Сундук 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 И как назло Рядом Ни одного Сундука Я не вижу Какие-то руины Здесь Я бы добавил Сундук Куда-нибудь Сюда В дом Хиличурлов А это не Хиличурлы Это бандиты И да У них Последний Сундук Отлично Черт Черт Вы Коктейльщики Ну а тебе Иди на 2500 Как тебе Как тебе Такое Вот засранец Косой Косой Давайте Ультанем Убьем Одного И пораним Второго А его Не убил Даже Понимаю Все До свидания Давайте Мне Последний Мой Сундук И у меня Должно Хватить Час Камней Истока На призыв Здесь Здесь у нас Здесь у нас Есть еще Фрагментик Снаряжения Возьмем Наверное Думаю Я еще Кстати Здесь где-то Убил Одного Из этих Из него Тоже Наверное Упала Печать Я бы Эпический герой Или предмет Но легендарного нету вроде бы к сожалению Так что пятизвездочного мы ничего не выбили Но посмотрим что мы выбили за 4 звезды Меч небесного осадника Так это шляпа Клятва стрелка шляпа Блин это дурацкий посох меч Фавония Ну не посох а меч Ну вы поняли да Черная кисть Но мне к сожалению ничего не выпало видимо получается Из героев сегодня Только оружие Че ж такие паки невезучие вот именно эти Да я выбил всего 1 4 звездочный меч И все на этом Но я получил немного типа у меня уже был этот меч А это случайно не тот меч который у меня использует Нет вряд ли это использует меч у меня Мая джин Она у меня использует прототип камни тез Меч Фавония это кстати мой предыдущий меч Который повышает силу атаки Кстати неплохо У меня их уже 3 штуки да получается Нет это меч Флейта А меч Фавония он дает восстановление энергии Такой себе конечно Оружие как по мне Блин ну почему мне так не повезло Давайте мы хотя бы я не знаю там Мору получим У нас просто тут есть с вами Этот Задание одно Давайте перейдем сюда и ответим на вопросы Давай давай грузи мне этот режим Или че это такое Вроде бы загрузилось И можно теперь принять участие Да как я понимаю Нажимаем Ну ты будешь нажиматься уже Че то не нажимается странно А вот типа сейчас она почему то открылась Ну поехали 50 тысяч морд Это лишним явно не будет Ответим на вопросы Интересно и лаги нам не помешают в этом Хотя бы Ожидаем загрузку опять же Этой дурацкой Дурацкого режима Ну давай 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 свои вопросы И у нас осталось пройти Только последнюю часть квеста С одним из адептов мы тоже разобрались Остался только последний Жалко конечно что за него осколков не дали Как за предыдущего Господи че так долго загружается Давай быстрее Просто целую вечность грузится Хотя казалось бы Чему тут грузиться Вопросом каким то Ну игра Пожалуйста Алло А ладно Приостановлю запись И вернусь тогда А нет все Вот Стоп Я видимо из-за того что Несколько раз там нажал Мне сейчас каждый раз что ли Будет показывать эту фигню Я не могу нажать сейчас Типа Ответить на вопросы У меня вообще ничего не работает Я ничего не нажимаю У меня ничего не нажимается Господи че за лагучая фигня Кулинарный стень Ли Волюбанец Соперчет на протяжении Долгих веков Где в основном добывают Игредиенты для кухни Лиуэ В море В море наверное Все таки Я думаю Да правильно Крио атаки могут разрушить Щиты пиромагов бездны Так же эффективно Как гидро атаки Это утверждение Верно? Да Наверное Нет Серьезно? Ну ладно А сколько человек В отряде Бенни? Кто такая Бенни? Ну пусть будет Четыре Естественно Я не знаю Кто такая Бенни Эмбер Чемпион Монштадта По полетам А какая локация Сформировалась Во время войны Архонтов? Эээ Каменный лес Гуюнь наверное Да Есть такая Нити защиты Дарует симу отряду Сопротивление элементам 15% Верно ли это утверждение? Наверное Я фиг его знает Да Победа Кроме использования Метального навыка Отражения Фатума Как еще Мона Может создавать фантомы? Наверное первое Войти в иллюзорный поток И провести 2 секунды Какой из перечисленных предметов Не выпадет после битвы Над электрогипостазисом? Кусок аметиста Осколок аметиста Фрагмент аметиста Эээ Осколок наверное? Нет Сколько существует элементов? 7 Это я знаю Какие из этих утверждений Обороните зайчики? Неверно Оборонзайчик может отвлекать Ворогов на себя Что позволяет Да правильно Задержка взрыва Оборона зайчика Зависит от времени его заряда Чем дольше удерживается Серьезно? Зажатие элементального навыка Позволяет настроить дистанцию И направление броска оборона Давайте С наверное Нет Видимо тогда Б Ну ладно Типа Давайте Повторим испытания На 4 вопроса Мы неверно Ответили Это у нас Отверждение Видимо неверное Да Окей Сколько отрядов Человек Блин Случайно 2 нажал Блин Просто нажал Окей И мне автоматически Нажался другой вариант Не падает Точно не осколок Тогда получается Фрагмент Нет Тоже неверно Задержка бронзайчика Зависит от времени Его заряда Наверное Вот это тогда Да Правильно Еще раз повторяем Если не 2 И не 4 То наверное 3 1 Серьезно? Вы угораете? Осколок аметиста Но здесь тогда Получается кусок И на последнее Отвечаем 1 1 человек В отряде Бенни Серьезно? Окей Все Здесь мы с вами Все прошли У меня 5 миллионов Открылось этих штук Ладно Давайте на почте Возьмем награду И будем потихоньку С вами заканчивать Это Так 5 тысяч Здесь еще 5 тысяч Здесь еще Десятка Должна быть И здесь еще По-моему 30 Да Да Еще 30 Все Идеально Забрал все награды Писем Писем тоже есть Ограниченное количество Забавная тема Да Это новые письма Мне показываются Которые я уже получил Так Ну на этом Тогда я буду Пока что Заканчивать А вам огромное Спасибо за просмотр С вами был Ник Удачи До скорых встреч В следующий раз Да пройдем этот квест В Ли Юэ А на этом все Пока-пока Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok